ну что ж ребят мы с вами теорию всю прослушали все три части а теперь наша задача во всех этих трех частях разобраться первая часть у нас с вами есть в общем то какие-то числа мы пока еще не знаем что это за числа нам нужно найти обратные числа для данных как это сделать помним что обратные числа для данных это те числа при перемножении с которыми мы получим единицу чтобы это получить сначала нужно посмотреть на наши числа 5 целых 1 третье давайте переведем в неправильную дробь и в общем-то возьмем обратную данный и тогда получим обратную обратное число для данного опять целых одна треть если приводить в неправильную дробь да это у нас 5 умножить на 3 и плюс 1 давайте распишу как мы получаем числитель. 5 я умножаю на 3, плюсую единичку. Знаменатель остается без изменений. 5 умножил на 3, 15, плюс 1, это 16, получилось 16 третьих. Это наше число. Какое же число будет таким, чтобы при перемножении с данным получилось единицы? Что нужно сделать? Нужно, то есть у нас есть какое-то число, давайте вот здесь немножко теорию повспоминаем, да, у нас есть какое-то число, которое мы умножили на 16 третьих и получили 1. Наша задача найти вот это число, которое обратное данному. Как это сделать? Нужно единичку разделить на 16 третьих. 16 третьих это наша дробь, а раз мы делим на дробь, то дробь перевернется. И посмотрите, чтобы найти а в нашем первом примерчике, давайте обозначим, что это наш первый примерчик. Точку с запятой здесь поставим. Как найти а? Нам с вами нужно единичку разделить на 16 третьих. Но чтобы разделить на дробь, это нужно умножить на обратную ей. Вот оно, 3 шестнадцатых. И тогда мы получаем, что наша а, обратное данному числу, да, будет 3 шестнадцатых. И тогда для 5 целых 1 третье, вот для вот этого числа, обратное будет 3 шестнадцатых. При перемножении этих чисел мы с вами получим единичку. Теперь смотрим на 14 девятых. Уже в виде дроби, поэтому ничего переводить не нужно. Опять-таки, мы 14 девятых умножали на какое-то, давайте число уже второй пример, пускай бы другая буковка, на какое-то число b и получили 1. Как узнать наше число, которое обратное данному? Нам нужно взять и единичку разделить на нашу первую дробь, то есть 14 девятнадцатых. Итак, посмотрите, единичку делить на нашу дробь, это то же самое, что единицу умножить на перевернутую дробь, и тогда у нас получается 19 четырнадцатых. Хочу, кстати, сразу заметить, если перед вами дробь, то можно вот это все, вот то, что я сейчас подчеркну, давайте вот волнистой линией, вот это все уже не писать. Если вы видите уже число в виде дроби, то вы спокойно можете сказать, обратное данному это будет перевернутая дробь. Все, посмотрите, у нас же так и получается. Вот здесь, например, у нас была дробь 16 третьих, какое будет обратное число? 3 шестнадцатых. Было 14 девятнадцатых, какое получилось обратное? 19 четырнадцатых. То есть просто перевернутая дробь. 7 целых 2 седьмых. Снова смешанное число. Давайте переведем в неправильную дробь. То есть мы как это сделаем? Мы с вами целые умножаем на знаменатель и прибавляем числитель, чтобы перевести в неправильную дробь. 7 на 7 – 49, плюс 2 – это 51. 51 седьмая – это наше число. Но, опять-таки, в нашем третьем примере мы с вами ищем не просто наше число, а число, которое будет обратное нашему. То есть 51 седьмую мы с вами умножали на некое число С и получили единицу. Что значит умножили и получили? Значит, мы должны найти такое С, что единица должна разделиться на 51 седьмую. Или умножиться на 7 пятьдесят первых. Отсюда С будет равно 7 пятьдесят первых. Вот наше обратное число, обратное данному. Вот наше число, а обратное данному будет наша буковка С. С, да, 7 пятьдесят первых. И снова обращаю ваше внимание, была дробь 51 седьмая. Если перевернуть, вы как раз и получите дробь, да, или число, которое обратно нашему. Все, на этом первая часть наша и закончена. Ну, а теперь перейдем к второй нашей части. То есть мы с вами теперь будем уже делить, только делить. И пользоваться тем, что у нас что-то переворачивается. Итак, перед нами два примерчика, в которых нужно разделить число на число. Но теперь наши числа немножко изменились. Наши числа теперь дроби. Но ничего страшного, мы же с вами теперь знаем правила. И сейчас эти правила будем применять как в первом, так и во втором примерчике. Итак, первый примерчик 4 шестнадцатых нужно разделить на 1 седьмую. Ну что ж, прежде чем делить, так же, как и в умножении, есть великолепное правило. Если у вас что-то с чем-то сокращается, лучше сократить. Но давайте допустим, что я не заметила, что 4 и 16 сократимо. Поэтому просто запишу. Но при этом помните, если у вас есть дробь, и вы можете ее сократить, сокращайте. Сейчас я сделаю вид, что я не заметила, случайно так получилось. Дробь разделить на дробь. Что это означает? Первое число, которое так получилось, что является дробью, остается без изменений. А вот второе число, наша дробь, переворачивается, заменяется обратным. Деление поменяли на умножение, а 1 седьмую поменяли на обратное. А что такое обратное для 1 седьмой? Это вы перевернули дробь, получили 7 первых. Почему это обратное данному? Потому что если мы с вами 1 седьмую и 7 первых перемножим между собой, мы получим единицу. Все, замечательно. Деление поменялось на умножение раз. Дробь у нас как бы перевернулась с ног на голову. И теперь мы можем уже умножать. А умножать мы с вами умеем. Под одной общей чертой у нас 4 умножается на 7, 16 умножается на 1. И посмотрите, что я говорила про сокращение дроби. Если бы вы сократили в самом начале, то у вас бы здесь сокращения уже не было. А так придется сокращать здесь. Но по сути, в общем-то, все равно сокращать придется. Либо в начале, либо в конце. Ну, я выбрала, что в конце. Сокращаю. 4 и 16 у меня наибольший общий делитель это четверка. Я понимаю, что и 4, и 16 делятся на 2. Но сокращаем мы всегда на наибольший общий делитель. Не зря же мы проходили эту тему. На 4 сокращаю 4, получаю 1. 16 сокращаю на 4, получаю 4. 7 это простое число, но делится на себя и на единицу. Значит, ни с чем не сокращается больше. И четверка, ну, ничего не осталось. И в итоге у нас получился ответ 7 четвертых. В принципе, у этой дроби, у 7 четвертых, вы можете выделить целую часть. Да, и получить 1 целую 3 четвертых. Если вам дальше нужно использовать эту дробь в каком-то следующем действии, то лучше пока оставить так. Ну, у меня настроение оставить в виде неправильной дроби. Но старайтесь все-таки выделять целую часть. Давайте перейдем к следующему, второму примеру. У нас есть смешанное число, и мы делим на дробь. Что же здесь делать? В общем-то, все точно так же. Наша задача преобразовать вот эту вот как бы вторую часть. Деление заменить на умножение, а дробь заменить на обратную данной. То есть, другими словами, более простыми, да, перевернуть нашу дробь. Только первое число у нас немножко такое массивное. Давайте его немножко упростим. Что сделать можем? Превратить в неправильную и записать в виде дроби. Что значит превратить в неправильную? 4 умножаю на 11 и прибавляю 4, да? Это записываю в числитель. 4 на 11 это 44, плюс 4 получаю 48. 48 в числителе, а 11 в знаменателе. Это наше первое число, если что, да? Давайте покажу, что это просто первое число. Как оно было, так и осталось. Просто чуть-чуть его переделали, переписали для удобства. Так как у нас деление на дробь, то деление, помним, что дробь у нас не любят, когда на нее делят. Деление заменяем на умножение. Говорим, ну не любишь, ну значит будем умножать. Но дробь при этом такая, ах вы, значит будете умножать, я перевернусь тогда. И оп, перевернулась. Стало 22 шестых. Что делаем? Опять-таки, посмотрите, 22 и 6 я могу сократить на 2. Могу, могу. Могу сейчас, могу потом. Я решаю, а давайте-ка я все в конце буду сокращать. Поэтому сейчас просто перемножаю, то есть записываю под общей дробной чертой. Итак, 48 я умножаю на 22 и делю на 11 и умножаю здесь на 6. Все, записала под общей чертой, теперь максимально сокращаю. Не забывайте сокращать дроби, если они сокращаются. Потому что 48 умножать на 22 сложнее, чем то, что мы будем с вами делать. Итак, я, например, замечаю, что 11 и 22 сокращаются на 11. Сокращаю 11 разделить на 11, 1. 22 сокращаю на 11, получаю двоечку. Оп, двоечка. 48 и 6. Вспоминаю таблицу умножения. Шестерочка сокращается на 6, получается 1. 48 сокращается на 6, получается 8. И тогда посмотрите внимательно. В знаменателе у нас остались только единички. Вот, а делить на единичку – это то же самое, что оставить число, как оно было. А в числителе у нас 8 и 2. 8 умножаем на 2, получаем 16. В знаменателе единички. Значит, в итоге это 16 разделить на 1. То есть просто 16. Вот и получаем наш ответ. Ответ 16. Ну что ж, мы приблизились с вами к третьей части и к самой главной. Пожалуйста, к ней отнеситесь намного серьезнее, чем к предыдущим. Дело в том, что все предыдущие части, они были для того, чтобы мы с вами разобрались вот с этой. О чем она? Представьте себе, что у вас есть какая-то сумка. Вот, например, как в первом примерчике. У нас вот есть какая-то сумка, она сколько-то весит. Вот я сейчас нарисую сумочку. Вот она сколько-то весит. Сколько она килограмм весит? Я не знаю. Вся сумка сколько весит? Я не знаю. Но я знаю, что если я возьму 5 шестых, то есть я разделю ее на 6 частей, одинаковых только 1, 2, 3, 4, 5, 6, что 5 шестых весит 50 килограмм. То есть у меня вот это вот, вот это вот мы взяли, вот это взяли, да, 4 и пятая часть. 5 из 6 частей весит 50 килограмм. А сколько весит вся сумка? Наша задача узнать все число, да, все килограммы по значению некой дроби. Что для этого нужно сделать? По теории мы с вами знаем, нам нужно это значение разделить на дроби. Что ж, к этому и приступим. Берем и 50 наших килограмм мы с вами будем делить на 5 шестых. Если что, да, вот здесь написано, что 5 шестых сумки весят 50 килограмм. То есть это у нас тире такое, не вычитание. 5 шестых это 50 килограмм. Сколько же весит вся сумка? И находим всю сумку. 50 делим на 5 шестых. Когда мы с вами это делаем, мы делим на дробь. А мы с вами как раз знаем, что при делении на дробь, дробь просто переворачивается, а деление заменяется умножением. И тогда 50 мы с вами просто умножаем на 6 пятых. Оп, получили. Что нужно сделать дальше? У нас вообще число 50 идет просто наверх, под общую черту. У нас вот здесь будет 50 умножить на 6 и разделить на 5. При этом пятерка и 50 сокращаются на 5. В итоге получаем, что у нас в знаменателе ничего не осталось, а в числителе осталось 10 и 6. Перемножаем их между собой, и у нас получается ответ 60. Ответ 60 – это и есть наш ответ. Оказывается, вся сумка весит неизвестное количество килограмм, а мы только что узнали. 60 килограмм весит вся наша сумка. Мы нашли ответ, нашли наше число. То есть мы нашли все число по значению некой дроби. То же самое, в общем-то, и во второй задачке. Представьте, что у вас велосипедист отправился в какое-то путешествие, проехал 36 километров. Но это составляет 6% от всего пути. То есть у нас есть какой-то путь. Давайте мы прямо его нарисуем себе. У нас есть какой-то путь. Я не знаю, сколько весь этот путь занимает километров. То есть я не знаю, сколько этот путь километров. Знак вопроса и километры подписала. Сколько километров весь путь, я не знаю. Но я знаю, что 6%, вот эта вот часть, какая-то вот эта вот часть, 6% – это 36 километров. И нам нужно как раз по процентам, по значению процентов узнать вот это вот все расстояние. 36 километров. Давайте подпишу, что это километры. Итак, у нас есть задача. Хотим узнать все число по значению процентов. Что нужно сделать? Нужно разделить наше значение на количество процентов. Что мы с вами и сделаем. Мы с вами сейчас будем 36 делить на 6 процентов. Вопрос, а как делить на проценты? Все очень просто. На прошлом занятии мы с вами научились проценты представлять в виде дроби. Что такое 6 процентов? Давайте распишу чуть ниже. 6 процентов. Напомню, что это 6 сотых. Посмотрите, это 6 сотых. Значит, здесь мы в реальности 36 делим на 6 сотых. А делить на дробь мы с вами тоже умеем. 36 мы с вами делим на 6 сотых. А что это для нас означает? Давайте я на следующую строчечку перейду. 36 разделить на дробь. Это означает, что умножить на обратную данной дроби. То есть у нас 36 мы будем с вами умножать на 106. Что в итоге получается? 36 как число, умножаемое на дробь, ушло наверх в числитель. Поднимается наверх, записывается в общем числителе. 36 умножаем на 100, делим на 6. И нам так повезло, что 36 и 6 сокращаются на шестерочку. У нас шестерочка полностью уходит. Здесь остается единичка. А 36 разделить на 6 будет шестерочка. Поэтому 36 я зачеркну и напишу результат отделения. Шестерочка. В итоге сократили дробь, получили 6 умножить на 100 разделить на 1. 600. Вы представляете, сколько километров придется преодолеть велосипедисту? Он преодолел только 36 километров. А впереди еще сколько? Всего у нас получилось, что ему нужно преодолеть 600 километров. Вот такое вот у него путешествие. Что ж, надеюсь, разобрались с процентами, разобрались с дробями.